Мир российской поп-музыки столкнулся с необычной субкультурой, вызвав бурные дебаты о толерантности и принятии. В последние годы поп-культура в России переживает значительные изменения, и новые субкультуры начинают занимать свое место в общественном сознании. Мия Бойко, популярная певица, оказалась в центре скандала. Ее выступления всегда привлекали внимание, но на этот раз она оказалась в центре внимания по другой причине. Во время концерта она публично раскритиковала увлечение молодой фанатки квадроберингом. Это вызвало волну негодования среди поклонников и общественности. Этот инцидент вызвал бурю реакций, разделив общественное мнение и подняв важные вопросы об уважении к индивидуальности. Многие начали обсуждать, насколько важно поддерживать и уважать интересы других людей, даже если они кажутся странными или необычными. Слова Мии Бойки, воспринятые многими как бестактные и неуважительные, быстро разлетелись по сети. Социальные сети заполнились комментариями и обсуждениями, многие из которых были крайне негативными. Девушка, увлеченная квадроберингом, почувствовала себя обиженной и непонятой. Она не ожидала такой реакции от своего кумира и была глубоко разочарована. Квадроберинг, относительно малоизвестная субкультура, внезапно оказалась в центре внимания. Люди начали интересоваться этим необычным увлечением и его участниками. Этот инцидент дал возможность пролить свет на это необычное увлечение и важность принятия многообразия во всех его проявлениях. В конечном итоге, это событие напомнило всем о необходимости уважать и ценить различия между людьми. По мере того, как разгорался скандал вокруг комментариев Мии Бойки, другая звезда российской эстрады, Клава Кока, проявила себя как образец поддержки и понимания. Клава Кока, известная своей эмпатией и активной позицией в отношении принятия себя, публично обратилась к девушке-квадроберу. Ее послание было ясным. Каждый заслуживает уважительного и доброго отношения, независимо от своих увлечений или интересов. Поступок Клавы Коки нашел глубокий отклик у многих, подчеркнув позитивное влияние, которое публичные люди могут оказывать на продвижение толерантности и принятия. Комментарии Мии Бойки вызвали бурю негодования в социальных сетях, разделив пользователей на два лагеря тех, кто осуждал ее действия, и тех, кто защищал ее право на собственное мнение. В социальных сетях разгорелись жаркие споры, и каждый старался высказать свою точку зрения. Критики утверждали, что ее слова были обидными, неуважительными и демонстрировали непонимание субкультуры. Они считали, что такие высказывания могут нанести вред и без того уязвимым группам людей, и что публичные фигуры должны быть более ответственными в своих высказываниях. Они подчеркивали важность создания общества, где каждый чувствует себя в безопасности и принятым, независимо от своих увлечений. Важно, чтобы каждый человек мог выражать себя без страха быть осужденным или непонятным. С другой стороны, защитники Мии Бойки отстаивали ее право на свободу слова, утверждая, что она имеет право на собственное мнение. Они настаивали на том, что в демократическом обществе каждый должен иметь возможность выражать свои мысли и чувства. Некоторые предполагали, что ее слова были вырваны из контекста или что ее намерения были неверно истолкованы. Они считали, что важно учитывать контекст и не делать поспешных выводов, прежде чем осуждать человека. В центре этой полемики находится относительно малоизвестная субкультура квадроберинг. Часто неправильно понимаемый, квадроберинг подразумевает имитацию движений животных, в основном четвероногих. Участники, известные как квадроберы, часто создают сложные костюмы и образы, стирая границы между фантазией и реальностью. Для многих квадроберинг – это форма самовыражения, позволяющая им раскрыть свой творческий потенциал, физические способности и связь с животным миром. Это пространство, где они могут уйти от социальных норм и принять свою уникальность. Раздел 5. Позиция Мии Бойки. Взгляд на противоречивые заявления. Хотя первоначальные комментарии Мии Бойки вызвали волну негодования, важно глубже разобраться в ее позиции. Ее слова были восприняты многими как провокационные и оскорбительные, что привело к бурной реакции в социальных сетях и на улицах. В своих последующих заявлениях она попыталась прояснить свою точку зрения, отметив, что ее критика была вызвана скорее беспокойством, чем злым умыслом. Она подчеркнула, что ее намерения были направлены на привлечение внимания к важным вопросам, а не на разжигание конфликта. Она выразила опасения по поводу все более размытых границ между традиционными ценностями и меняющимися социальными нормами, приведя квадроберинг в качестве примера. По ее мнению, это явление символизирует более широкие изменения в обществе, которые требуют внимательного рассмотрения. Однако ее попытки объяснить свою точку зрения были встречены неоднозначно. Некоторые люди сочли ее слова искренними и важными для начала диалога, в то время как другие продолжали видеть в них угрозу своим убеждениям. Одни оценили ее готовность к диалогу, в то время как другие посчитали ее объяснения недостаточными для искренних извинений. В результате, общественное мнение разделилось и дискуссии продолжились. Эта ситуация подчеркивает сложность обсуждения деликатных тем в глазах общественности, где слова могут быть легко неверно истолкованы и иметь далеко идущие последствия. Важно помнить, что в таких случаях необходимо стремиться к взаимопониманию и уважению различных точек зрения, чтобы избежать дальнейших конфликтов и недоразумений. Раздел 6. Важность диалога. Наведение мостов между различными точками зрения. Конфликт между Мией Бойкой и квадроберами подчеркивает острую необходимость открытого и уважительного диалога в сегодняшнем поляризованном обществе. Хотя первоначальные комментарии Мии Бойки были обидными и пренебрежительными, важно выйти за рамки осуждения и создать пространство для понимания. Вместо того, чтобы прибегать к личным выпадам, необходимо развивать культуру эмпатии и активного слушания. Это подразумевает взаимодействие с теми, кто придерживается иных взглядов, стремление понять их точку зрения и поиск точек соприкосновения. Раздел 7. Толерантность и принятие. Принятие многообразие во всех его проявлениях. По своей сути, инцидент с Мией Бойкой и квадроберами является ярким напоминанием о важности толерантности и принятие в многообразном обществе. Каждый человек имеет право на самовыражение без страха быть осужденным или дискриминированным. Это включает в себя принятие тех, у кого есть нетрадиционные увлечения, убеждения и образ жизни. Толерантность не требует согласия или даже понимания выбора каждого, но скорее уважение их права делать этот выбор без страха перед предрассудками или враждебностью. Раздел 8. Сила влияния, знаменитости и социальная ответственность. Действия Мии Бойки, как позитивные, так и негативные, подчеркивают огромное влияние, которое оказывают публичные люди, особенно на молодые, впечатлительные умы. Знаменитости несут ответственность за то, чтобы использовать свои платформы обдуманно, продвигая идеи доброты, инклюзивности и уважения. Их слова и поступки могут формировать общественное мнение, влиять на поведение и вдохновлять на перемены. Отстаивая позитивные социальные ценности, знаменитости могут способствовать созданию более толерантного и принимающего мира. Раздел 9. Сообщество квадроберов поиск силы в общих интересах. Хотя скандал с Мией Бойкой привлек нежелательное внимание к сообществу квадроберов, он также подчеркнул силу и стойкость этой уникальной субкультуры. Квадроберы, часто сталкивающиеся с косыми взглядами и осуждением, нашли утешение и поддержку в своем общем увлечении. Онлайн-форумы и группы в социальных сетях стали площадками для обмена опытом, взаимной поддержки и празднования своей уникальной формы самовыражения. Этот инцидент, хоть и трудный, в конечном итоге укрепил связи внутри сообщества квадроберов. Раздел 10. Движение вперед. Продвижение эмпатии и понимания. Конфликт, вызванный комментариями Мии Бойки, служит ценным уроком для всего общества. Это повод для содержательного разговора о толерантности, уважении и важности принятия многообразия во всех его проявлениях. Двигаясь вперед, важно развивать эмпатию и понимание, признавая, что у каждого есть своя уникальная история и точка зрения. Раздел 11. Заключение. Празднование индивидуальности в многообразном мире.